Огромная. У нас привязка рубля довольно... Давайте эту тайну пока сохраним на 6 секунд, с нас пауза. К чему привязка рубля? Продолжаем. Алексей Маслов, автор телеграм-канала Маслов, директор Института стан Азии, Африки, МГУ. Имя Ломоносова на связи с нами. Вот, действительно, привязка рубля. Да. Привязка рубля к юаню – это бесконечно опасная история. И мы как-то говорили, и вот я вижу, что некоторые российские компании уже понимают, о чём идёт речь. Если у нас накапливается большое количество юаней в наших банках, или у вас на счету, у людей, которые торгуют с Китаем, что-то продают, ну, значит, за эти юани надо покупать куски китайской промышленности, надо не обязательно покупать гигантские заводы. Это, в общем, успешные и хорошие заводы вам задешевывали, никто не продаст, а за дорого нам не нужно. А вот, например, выход на китайский рынок с точки зрения покупки небольших предприятий, самого разного уровня, от текстильных предприятий до, например, изготовления деталей для автомашин, почему бы нет? Вот проблема, на мой взгляд, российских инвесторов, в отличие от нынешнего состояния российского государства, они оказались чуть-чуть более медленными, чем нужно. Правильная тактика, правильная стратегия сейчас выход на территорию Китая, и поскольку китайский рынок стабильный, но падающий, такое бывает, вот на падающем рынке можно закупать активы. У вас накопилось много денег в юанях, и что вы с ними будете делать? Юань не особо крепляет рубль, как мы видим. Вы сами только что сказали, что у нас курс доллара-юаня по отношению к рублю растет, а рубль падает. Поэтому, так может быть, надо туда вкладываться. Вот я бы, честно говоря, пошел бы по такому пути. Надо, нужны нестандартные, жесткие, резкие решения в этом плане. Без этого мы сейчас не обойдемся. Верно ли, про это тоже пишут во многих экономических, прежде всего, каналах и статьях, что юань, он прекрасен тем, что можно купить все в Китае. Хотя тоже вопрос, можно ли купить все в Китае без одобрения государства на существующие у вас на руках запасы юаней. А вот, чтобы потратить юань где-нибудь еще в третьей стране, там непременно нужно разрешение китайского регулятора. Нет, тут все как раз в тормашку. Значит, смотрите, для того, чтобы инвестировать из Китая, вывезти юань и инвестировать больше, чем на 50 миллионов долларов, вам нужно получить обязательное разрешение от китайского регулятора. Это комиссия по валютному контролю. Это значит, что неважно, вы китайцы или русские, у которого накопилось юань и больше, чем на 50 миллионов долларов, в Китае, то вы продали, например, лес туда и хранили на своих счетах, потому что не считали необходимого выводить. И вот вы решили куда-то инвестировать, купить завод в Африке. Вот вы должны получить разрешение от этого регулятора. А он будет смотреть, не является ли это угрозой для Китая, не является ли это отмыванием денег. И были случаи, Китай это не скрывает, когда такие суммы, все, что свыше 50 миллионов долларов, тормозились, то есть перечисление тормозилось этим китайским агентством по валютному регулированию. Тормозили и меньшие суммы. Вот Китай в этом плане очень жесткий. Но просто если вы что-то покупаете больше, чем на 50 миллионов, или вкладываете, инвестируете, обязательно вас проверят, и обязательно будет очень серьезный разбор полетов. Это не значит, что вам не дадут это делать, но могут сказать, слушайте, ну вам придется вкладывать обратно опять в Китай. Это первый момент. Второй момент, который надо понимать, что можно ли что-то купить в Китае. В Китае есть список областей промышленности, где иностранцам запрещено работать. Там приблизительно 150 различных областей. Ну, например, нельзя покупать, продавать, создавать масс-медиа, журналы, газеты, какой-то бродкастинг, то есть радиопередача. Это ни в коем случае. Нельзя создать свою киностудию, нельзя свой журнал открыть. Вы не можете создать свое издательство в Китае. Хотя в типографии в китайской вы можете заказать печатные любых книг и вывести их из Китая, продавать. Вы не имеете права разводить некоторые виды рыб. Вы не можете заниматься изготовлением китайских лекарственных средств. А, например, западные средства вы можете изготавливать в Китае и так далее. То есть первым делом, когда мы начинаем работать в Китае, мы сверяемся со списком. Он обычно называется негативный список, то есть список запрещенных для участия иностранцев областей. И все, что не подпадает под этот список, вы можете покупать, продавать, то есть сделать стандартные слияния и поглощения. В общем, так делают гонконгцы, малазийцы. И, кстати говоря, не хочу, конечно, намекать, но не обязательно выходить на такие покупки именно российским предприятиям. Можно и малазийским, и доизийским, что иногда бывает легче. И вот здесь вы можете продавать, покупать. Но для этого надо изучить хотя бы этот рынок. Потому что китайский рынок не ахти какой сложный. Но сколько я смотрю иллюзий по поводу того, что давайте мы сейчас придем, что-то купим или что-то продадим. Китайцы богатые, к тому же дураки. Вот эти богатые дураки у нас все купят все, что мы предлагаем. Или выделят нам деньги. К счастью, мы сейчас приходим в некое представление о том, что азиатские рынки, не только китайские, нужно изучать. К великому счастью, за последний год или даже полгода многие российские компании, крупные компании, они отказались от услуг различных политологов, экономистов, которые сначала работали с Западом, потом стали работать с Востоком. Какие-то теоретики. Теоретика будет неплохо, это как раз хорошо. Просто люди, которые видели Китай только из окошка интернет-браузера, вряд ли вам помогут. А отказались от услуг разных инфобизнесменов, которые говорили, а мы сейчас вам за 5 дней в Китае создадим бизнес, все будет расти. Нет, крупные российские компании начали нормально работать в Китае, и я на это очень надеюсь, на их здравомыслие. Здесь иногда нас подводит другое. Крупные российские компании, значит устойчивые и успешные компании, которые пережили много кризисов, которые научились работать с Западом, и им кажется, что за счет напористости, за счет решимости, за счет нестандартных каких-то поступков, они проломят китайский рынок. Китайский рынок по-другому устроен. Это тонкое, долгое общение. Это бесконечное хождение по ресторанам, питье, чая и обсуждение того, чей дед женат на чьей бабке. Это такая практически, можно сказать, деревенская жизнь, на самом деле просто патриархальная жизнь, где все знают всех. И вот как только вас начинают опознавать как своего, да, пускай вы не сможете подделаться под китайца и говорить на китайском, или думать так же, как китаец, но вы не раздражаете китайских коллег, постепенно вы можете сделать в Китае все, что может делать и китайцы. Но вот быстро там ничего не удастся. Наша самая большая проблема, российская, в том, что мы сейчас выходим на китайский рынок, и не только китайский, а вообще азиатский рынок, который уже в течение многих лет, годов, можно сказать, забит другими компаниями. Вот вспомните, когда появились там американские, австралийские, новозеландские компании, это начало 90-х годов, значит, 80-х годов. Они набили все шишки, которые необходимы, кто мог, разорился, кто мог, выжил. Они создали консалткиную контору, они создали сеть взаимной поддержки работы с Китаем. Нет никаких проблем получить нормальную экспертизу работы с Китаем для американской, британской или даже там новозеландской компании. Но российские компании, которые долгое время, честно говоря, плевали на Китай, которые считали, что главное торговать, гоним лес, нефть и газ и так далее, покупаем весь шерпотреб из Китая, и вот это нормально. И неважно, это были крупные компании, или были мелкие торговцы на российском Дальнем Востоке, все китай относились просто вот так спустя рукава. И через губу поплёбывали и говорили, что все, что надо, мы купим в Китае, своего разбивать не будем. И вот сейчас оказывается, что, да, Китай готов продать всё, что угодно, только вопрос, это значит, что мы будем зависеть от всего, чего угодно. И когда потребуются более сложные комбинации, покупка технологий, ну, скажем так, я мягко скажу, заимствовать технологии, когда надо, вдруг оказалось, что как-то мы оказались не самыми расторопными или слишком честными в каких-то местах. Вот поэтому главный сейчас вопрос для нас, если мы хотим не бояться китайского рынка, который такой же жёсткий, как и любой другой рынок, нам нужно готовить экспертов на 10-15 лет вперёд. Всё, вот нынешний этап мы с Китаем, к сожалению, проиграли. У нас недостаточно специалистов. Где-то мы латаем дыры, но мы, признаемся честно, у явно недостаточно специалистов. У нас есть люди, которые неплохо говорят на китайском, но всё это недостаточно для работы с Китаем. Но нам надо думать на 5-6 лет вперёд, когда ситуация может изменить самым необычным образом. Вот поэтому главная задача сейчас — это привлечение людей к другой квалификации. Причём не только по Китаю, потому что есть ещё, я напомню, и очень перспективная и Вьетнам, и Индонезия. И, безусловно, однажды нам придётся разрулить ситуацию с Южной и Северной Кореей, с Японией. Поэтому нам нужно абсолютно новое качество знаний про эти страны. То, что мы знали 5 или 5 лет назад, уже не работает. Рассказы о Востоке с придыханием, как там всё здорово, или, например, какие там чудесные люди живут, и как готовят они утку по-пекински, это, конечно, интересно в качестве застольных разговоров. Но не более того. Спасибо большое, Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки МГУ, был сегодня с нами, и до новых встреч в эфире. Спасибо. Восточная шкатулка. Защитники Отечества. Ефрейтер Кирилл Подгурский. Экипаж Кирилла Подгурского защищал один из населённых пунктов. К расположению российских военных вышла колонна бронетехники противника. Кирилл вовремя заметил танки и решил навязать националистам бой, прежде чем те достигнут намеченных позиций. Точным выстрелом ефрейтер уничтожил головную машину неприятеля, и колонна вынуждена была остановиться на открытой местности. Это дало возможность артиллерии беспрепятственно разгромить технику боевиков. Благодаря внимательности, смелости и быстрой реакции Кирилла Подгурского, нашим военнослужащим удалось сорвать вражескую атаку. Уцелевшие расчёты противника отступили вглубь своей обороны. Слава защитникам Отечества! Погода 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 4 октября. По данным центра ФОБОС в Владивостоке 17-19 выше нуля. Кратковременные дожди. Временами дожди в Хабаровске там 9-11 выше нуля. В Магадане тоже плюс 9-11 и без осадков. Ясно в Петропавловске и Камчатском там 10-12 выше нуля. В Екатеринбурге плюс 13-15, небольшой дождь, в Тюмени плюс 13-15 и тоже небольшие дожди. В Омске 15-17, тепло, без осадков. В Новосибирске плюс 14-16, ясно. В Иркутске плюс 16-18, в Солнечном, в Красноярске плюс 13-15 и без осадков. В Петрозаводске плюс 9-11 дожди и сильные. Временами дожди обещают Вологды, там плюс 14-16. В Санкт-Петербурге синоптики обещают дожди. Ночью и утром временами сильные. Ночь ожидается плюс 10-12, а днём в городе на Неве плюс 14-16. Реклама. Надёжный седан «Чанган Аусвинн». Всего 1 миллион 690 тысяч. Автомобили в наличии. «Чанган Центр Мега Авто». Школьная 75, корпус 2. 448-98-98. Папа, что такое дом? Дом – это самое главное. А школа и детский садик? Это тоже главное. А кофель и горки во дворе? Конечно, тоже главное. А всё-таки что важнее? Дом – это не только наша квартира, сынок. Это и уютный закрытый двор, и лучшая школа, и зелёные аллеи, и оборудованные спортплощадки, и современный детский сад. Там, где мы живём, всё главное. Главстрой Санкт-Петербург. Строим главное. Уже 16 лет. Построй Санкт-Петербург. Одна неделя, одна тема, один ведущий. Программа «Лейтмотив» с Русланом Быстровым на радио Вести ФМ. Начинаем сборку. Новинки мирового автопрома подключили. Изменения в ПДД и важные законы зафиксировали. Комментарии юристов, советы автомехаников, мнения обозревателей. Активировали. Собрали? А теперь всё это разберём. В деталях. Программа «Авторазборки» на радио Вести ФМ. В субботу после 20. На радио Вести ФМ.